В мире и согласии мы живем вместе долгие годы. Ездим друг к другу в гости, бывает, что и каждый день всего каких-то несколько сотен метров и оказываешься в другом регионе страны. А отделяет это относительно небольшое расстояние от Краснодара только река Кубань. Так вот, я спешу в республику Адыгея. Смотрите, пересекаю границу. Все, я у соседей. Адыгея, родная соседушка, сколько лет с тобой рядом живем. Душа в душу и льется беседушка, за поддержкой друг к другу идем. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня у меня насыщенная программа. Конечно же, не обойдется без национального колорита, да и просто встречи с людьми, живущими в этом краю. Кстати, здравствуйте! Вы смотрите «Экскурсионный Краснодар». С вами Михаил Молчанов. Столица город Майкоп. Вообще же, Адыгея по сравнению с другими субъектами России – маленькая республика, в ней нет и полумиллиона жителей. Всего в мире адыгов или черкесов проживает около 3,5 миллионов человек. Больше всего их в Турции, в России 718 тысяч, на Кубани примерно 25 тысяч человек, в самой республике немногим более 100 тысяч. Сегодня я приглашен в НМ. Назвали этот поселок в честь князей и Немуковых. По другой версии, когда-то на старинных картах место возникновения этого населенного пункта обозначали очень просто – НМ. Быстро – НМ. Все, друзья, не задерживаемся. В путь! Видимо, это меня, да, так встречают? Да? Здравствуйте! Слушайте, меня по-разному, конечно, встречали, но вот так, чтобы. Очень приятно. Меня Михаил зовут. Здравствуйте, Зарема. Это вы сейчас что сделали? Поздоровались? Я поздоровалась с вами на адыгейском языке. А можно еще разок? Да пускай простит меня адыгский народ. Надеюсь, что к концу программы я все-таки научусь. Очень много шипящих звуков. Как вы можете. О, сразу, ребят, с корабля на бал уже и с едой. Спасибо. Как называется? Кубат. Кубат? С чем? С сыром. С сыром? Ну что, пробуем? Адыгейский? Адыгейский сыр? Адыгейский сыр вкусный. Очень вкусно. Спасибо. Я приехал на вашу благодатную и доброжелательную землю. Ну что, чем удивите? Очень хотелось бы побольше узнать о ваших традициях, культуре, бытие и, конечно же, кухне. Мы хотим вас пригласить в культурно-досуговый центр поселка Ина. Вот именно на площади перед этим центром у нас проходят различные мероприятия. Здесь бывают и танцы, и песни. Я чувствую, что будет мне очень интересно. Знаете почему? Потому что хотя бы вот начнем с этого. Уже встретить так. Ну, ведите. Ну, мы любим всегда встречать гостей красиво, конечно. Наши дети вам сейчас станцуют национально-дыгейский танец. Вы увидите, как они могут красиво танцевать. Вот на этом пока остановимся. Может быть, вы дадите мне возможность самому тоже поучиться танцам? Конечно. Это будет очень интересно. Это буду не я. Если не попробую, тоже потанцевать. Обязательно. Отпустите меня. Конечно. Так, булочка моя. Показывайте, что нужно. Как? Так, пяткой и назад. А две пятки, две ноги? Только одна, да? Ну, вот давайте. Раз, два. А, то есть раз, два. Раз, два. Так, да? Как долго занимаетесь танцами? Два-три часа? И уже успели научиться танцами? Сколько лет? Четыре года. Молодцы. Ну, по вам видно. Все, ребятки, огромнейшее вам спасибо. Продолжайте. Мы еще понаслаждаемся. Не сложно. Ну, а сейчас можно вас пригласить в наш музей? Да не то, что можно. Нужно, конечно же. Ну, пойдемте. Пойдемте. Михаил, проходите. Это наш музей. Как у вас здесь колоритно. Кто собирал все эти экспонаты, да? Мы ездили по аулам, друзья помогали, знакомые помогали, собирали. Вот в течение трех месяцев все, что вы видите здесь, мы собрали. Так что... Мы подошли к древности, я так понимаю, да? Да, это имитация адыгской комнаты. Мы постарались здесь собрать предметы, которые были необходимы адыгской семье. Воспитание детей, в том, чтобы можно было содержать семью. Вот, например, в углу у нас стоит очаг. Внизу была выемка. Эта выемка могла быть круглая, как здесь, а могла быть и квадратная. Очаг мог находиться и в центре комнаты, и в углу где-нибудь. Я заметил люльку с младенцем. Может быть, существуют какие-то обряды ваши национальные? Конечно. Праздник первого шага, сначала очень называется. Есть такой обряд связанный, опять же, вот с младенцем. У нас вот есть современная люлька. И вот люлька, которому больше 120 лет. Это старинная люлька, колыбель такая, где обычно укладывали детей. Укладывали на... Нет, здесь матрас находился. Матрас наполнялся вот таким вот содержимым. Видите, да? Образец. Пшина, да, или что это? Семена. Семена просы. Вот с помощью, значит, вот такого изделия. Это из соломы сделано, сплетенное. Можно подавлять? Конечно же. Вот такая баночка подставлялась вот внизу. Ага. Это укладывалось сверху. Вот так вот укладывали. И потом вот такая простынь. Это что, вместо бамперс? Ну, практически получается так. Дело в том, что ребенок оставался в этой люльке совершенно сухим. Понимаете? Друзья, смотрите, видите? Да, вот укладывали вот так вот. Просто у нас нет в музее матраса такого. Ну, и ребеночка нету, да, чтобы показать. Потому что вот если ребенка укладывать вот именно на таком матрас, он не потеет. И, естественно, ребенок там может находиться и 3, и 4 большее количество часов. Он будет спать спокойно. Адыги исповедуют исламскую веру. У нас в поселке при въезде строится мечеть, которая будет открываться 30 июня. Совсем-совсем вот скоро. Скоро. Очень красивая мечеть, большая мечеть нашего района. Но еще я хочу сказать, что у нас на территории есть еще и храм. То есть две религии, христианская религия и исламская религия, живут в мире, в дружбе, в согласии. Я хочу сказать вам, что каждый предмет в музее имеет свою историю. И очень интересную и познавательную такая история. У меня вот, например, вот тут находится фотография женщины Королевой Екатерины Ивановны. И она не случайно здесь, потому что здесь родственники сдали в музей предметы ее. Вот прялка. Вот на этой прялке Екатерины Ивановны прилоните. И Крючко вязал вот такие прекрасные изделия. Это ее? Да, она обустраивала свой быт. Например, вот это как скатерть, это вот абажур для лампочки был, занавески, вы видите, да? Тут же находятся также ее предметы быта. Вот горшочки здесь. Вот тарелка, очень красивая тарелка, которая имеет тоже свою интересную историю. Эта тарелка принадлежала польскому графу, который до революции обитал здесь у нас на территории. И когда во время революции пришлось ему оставить свои земли, он столовый сервис французский шикарный передал старшему повару. И уже родственники этого повара подарили музею. Теперь экскурсию вы продолжите, спортивную, на стадионе. И, конечно же, после стадиона вы познакомитесь с нашей национальной кухней. Вам огромнейшее спасибо. Счастливо вам. Желаю, чтобы вы выросли еще как минимум на две большие комнаты. Очень приятно слышать ваши слова. Удачи вам. Действительно, было очень интересно. До свидания. Удачи вам. До свидания. Вот интересно, а кто у них главный? Кричать как-то неудобно. Я сейчас узнаю, как я спрашиваю. А может, и не у врата я? Здрасте. А кто их главный из них? 46-й? 46-й номер! Можно вас? Ну, давайте знакомиться. Меня Михаил зовут. Как вас? Очень приятно. Хизир. А вы капитан команды? Капитан, да. А по совместительству чем занимаетесь? Предприниматель или… По совместительству глава администрации НМА. Я рад быть у вас, как говорится, дома, на вашей земле. Ну, вообще любит спорт. Кавказцы, да? Особенно, конечно, вольная борьба. А как вот насчет футбола? Тем более в нашей стране проходит чемпионат мира по этому виду спорта. Здесь играет старшее поколение и младшее поколение. У нас есть главная команда, которая играет на первенство города, но она тренируется по другим дням. То есть, я так понимаю, в НМЕ есть своя футбольная команда, да? Ну, в одно время даже было и по две команды. Сейчас период смены поколений, поэтому пока одна команда. Наша команда является и чемпионами города Краснодара, и зимнего первенства, и летнего первенства, и призерами, и республики Адыгея. Поэтому нас с Краснодаром связывают очень такие тесные связи футбольные. Я считаю, что Краснодар самый футбольный город нашей страны. Хочу передать огромный привет за все эти годы, более 20 лет мы играем на первенство города всем нашим друзьям, добрым соперникам, с которыми мы на футбольных полях соперничали. Передаю им огромный привет и поздравляю с началом чемпионата мира. И очень надеюсь, что сборная России сыграет очень достойно, ну и минимум попадет в финал. Глядя, конечно, на вас, вы очень даже подходите для спортсменов. Глядя на меня, больше на повара. Сыграем в футбол, хотя я не умею. Пожалуйста, приглашаю. Приглашаю. Реативаться, я думаю, не буду. Не надо, не надо. Приглашаю, пожалуйста, на поле. Пойдемте. Пойдем. Вот теперь я понимаю, почему на Кавказе все такие стройные подтянуты. Спорт для них – это жизнь. Что, Миша, устал? Не то слово. А еще придется отведать нашей национальной кухне. Тебя приглашают. Знаете, наверное, после вот этих вот ваших тренировок… Самый раз. Самый раз, да. Поэтому добро пожаловать. Вам побед как на чиновничьем поприще, так и в футболе. Спасибо, спасибо. Спасибо за гостеприимство. Спасибо, Леон. Все, теперь ух, я дружна. Пойдемте. Ну что ж, пока не приступили к трапезе, поведаю о том, какая кухня у адыгов. Летом кушают в основном молочные блюда и много-много овощей. Весной, осенью и зимой – мучные и мясные. Популярен слоеный хлеб из пресного теста, который употребляют вместе с калмыкским чаем. А вон какие у них тут. Это вы сейчас на французском? На адыгейском. Мы встречаем так наших гостей. И что же вы мне сказали? Добро пожаловать. О, ну, во-первых, здравствуйте. Михаил. Молодец. Очень приятно. Ну что, мне посоветовали у вас. И сказали, что сюда придешь, вам расскажут, покажут. И что самое главное, самому дадут научиться готовить национальные адыганские блюда. Это правильно? Правда. Не обманули? Не обманули. Добро пожаловать. Даже покушать дадим, попробовать дадим. И покажем. Тогда бегом туда. Пойдемте. Пойдемте. Добро пожаловать. Щипс с мамалыгой. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Топленое и подсолнечное масло. Лук репчатый. Говядина. Бульон из мяса. Сушеный красный перец. Пшено. Чесночная соль. И красный сладкий молотый перец. А также мука. И манная крупа. Приступаем к приготовлению щипса. Мясо полчаса отвариваем, остужаем, нарезаем на большие куски. В глубокую кастрюлю кладем топленое и подсолнечное масло. Затем добавляем мелко нарезанный лук. И на среднем огне жарим минут 30-40 до образования золотистой корочки. Стручки красного сушеного перца, только не острого. Замачиваем и кладем в кастрюлю с луком. Туда же добавляем отварную говядину, насыпаем красный молотый перец и чесночную соль. Хорошо размешиваем. А сейчас я просто в шоке. Какой запах пошел. После чего в кастрюлю заливаем бульон. Примерно минут через 40 снимаем с бульона жир, который вскоре опять добавим в блюдо. Пока все томится, мы готовим главный ингредиент. Это соус к нашему щипцу. Называется захауп. Соус готовится из сушеного перца. Замачиваем его горячей водой. Пшено молим. Перец и пшено вместе пропускаем через мясорубку. У нас получается паста. Которую потом нужно будет разбавить с водой до однородной массы и процедить через дуршлаг. Затем добавляем муку. Хорошо размешиваем. Полученный соус вливаем в кастрюлю с мясом. Уменьшаем огонь и оставляем вариться еще минут так 20. В конце приготовления добавляем в кастрюлю, снятый ранее с бульона жир. Мамалыга. В кипящую воду кладем подсолнечное и топленое масло. Солим, сыпем пшено. Когда крупа впитала воду, добавляем манную крупу и долго-долго-долго мешаем до получения однородной густой массы. У нас говорят у адыгов. Какое лицо на мамалугу сделаешь, такую невесту тебе привезут. Мне такую тоже не надо. Теперь яйцо делаем. И пусть пропаривается. Пускай уже потом пропаривается. Ой, аж баку заколола. Выключаем огонь, после чего закрываем крышкой и оставляем томиться кашу на несколько минут. Отмечу, что такое блюдо готовится 2-3 часа, вне зависимости от количества порций. Руками или все-таки... Вообще щип с мамалыги у нас кушают руками. Ну, запах уже. Как мы приготовили. Больше соуса надо брать. Да простят меня телезрители, но так как это блюдо все-таки едят руками, давайте как нужно это блюдо есть. Вот так. Ам, какие мы молодцы. Вот так. Вот это уже наша еда. Вот прям вот так. Ха-ха, пяти пальцами. Ммм. Вы знаете, раскрывается вкус. А вот что-то подобное я даже нигде не пробовал. Я не могу даже сравнить с чем-то. Это очень вкусно. Особо вкусно. Спасибо вам за все, что вы сделали. Здоровья вам. Пожалуйста. Я поехал. Упсо. Чего? Упсо. Упсо. О, я научился. Упсо. Правильно? Здоровья тебе. Здоровья мне. Упсо. А, упсо, это я теперь желаю другому человеку. Упсо. Упсо. Ты же говоришь, спасибо, да, я ухожу. Упсо. Все. Я в начале программы говорил, что я все-таки выучу какое-нибудь слово. Все. Огромное спасибо. До свидания. До свидания. Очень рада. Взаимно. Почему многие рвутся приехать на юг? А как иначе? Здесь вас всегда встретят как родного. Ведь Адыгея и Кубань – две сестры, которые живут вместе многие годы. Пусть так и будет. Друзья, у меня на этом все. Вы смотрели «Экскурсионный Краснодар». С вами был Михаил Молчанов. ХРЧ. То есть до свидания. С вами был Михаил Молчанов.